История двухколесной техники. Живой динозавр. Ирбитский мотоциклетный завод ИМЗ выпускает его и сейчас. До последнего времени основным аргументом была цена. На вторичном рынке, особенно в провинции, можно найти вполне приличный, если повезет, почти новый экземпляр с коляской за 30-40 тысяч рублей. Классная покупка, если есть место в гараже и свободные деньги. Выезжать надо с расстановкой, не спеша. Лучше по выходным, в солнечную погоду, чтобы видели соседи и знакомые. Сверхзадача – почувствовать себя мотоциклистом 40-х годов прошлого века. Надо добавить правильную экипировку, стильный шлем, очки, может быть, даже галифе с сапогами. Неновый Урал при удачном раскладе может оказаться вполне надежным, если прошлый хозяин уже все разобрал, посмотрел и собрал как следует. Но если и придется повозиться, не огорчайтесь. Урал из магазина тоже требует приложения рук. Только покупка стоит на порядок дороже – больше 300 тысяч рублей. Вопросов про надежность, точнее про ненадежность Уралов, настоящие Уралов воды не любят. Говорят, у вас просто руки не оттуда растут. Где-то я это уже слышал. Кажется, от любителей УАЗиков. Они тоже сначала крутят гайки на изделиях Ульяновского автомобильного завода и только потом ездят. Главное здесь – простота конструкции, ремонтопригодность, качество, которое современная техника стремительно теряет. Мечта сервиса проста. После диагностики следует замена узла. Лучше целиком, в сборе. Никакой штучной работы. Персонал обучается быстро, человеческий фактор исключен, и ремонт занимает минимальное время. На этом фоне Урал – настоящий клад. Конструктор для тех, кто хочет пообщаться с техникой. Любители ирбитских мотоциклов находятся и за пределами России. Есть эти люди в Америке. Например, сайт everydayriding.org. Он принадлежит поклоннику Урала в штате Миннесота. Это на севере, на границе с Канадой. Зима там вполне настоящая, с морозом, снегом и метелями. Американец купил Урал с приводом на коляску, чтобы ездить зимой, что он успешно и делает. Выложены колоритные фотографии и видео его поездок. Мотоциклист, похоже, настоящий. Те, кто знаком с английским, могут написать ему, пообщаться. Он будет рад. Урал – не единственный его мотоцикл. Есть рабочая лошадка Suzuki SV650, весь увешанный кофрами. Пара скутеров. Был BMW 1200GS, но он его продал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok